Я люблю игрушки. Ну как-то вот у меня вот с детства, наверное, не наигралось. Было мало игрушек в детстве? Наоборот, хотелось что-то сделать такое особенное. Свою первую игрушку Марина сделала, когда ей было пять из ниток. Долгое время мастерила именно таких кукол, как многие творческие люди, окончила Новоалтайское художественное училище, а затем посвятила куклам жизнь. В 2011-м начала участвовать в выставках, делала кукол из фарфора, а последние два года предпочитает в качестве материала для творчества вату. Училась в интернете. Вату еще нужно правильно положить. То есть если ее положишь просто, то она вся заманется. Она будет такая вот после высыхания, вся скукожится. А если все правильно делать, то получается такой зефирный, воздушный малыш. Кукольные идеи часто рождаются по утрам. Марина вносит их в специальный блокнот, затем прорисовывает в натуральную величину, делает каркас и мордашку. Это тоже очень важный процесс. Спящие, радостные, грустные лица из гипса запекаются в почти обычной духовке. Туда же ставятся подсохнуть готовые изделия. Этого мальчика-зайчика будет использовать для мастер-класса в Новосибирске. А вообще кукла и дарит, и продает. Но с некоторыми не может расстаться, оставляет себе. К примеру, кукла в технике Тедди Долл. Такую работу Марина делала впервые. Ну или тыквенный дракончик, победитель интернет-конкурса «Дары природы». Тоже поселился в ее квартире. У него, как и у других кукол, своя придуманная история. Тут он живет именно на грядках, любит тыкву очень. Вот у него так вот он сидит, общается с бабочками, любит охотиться на бабочек. Вот. И вот эта тыковка, она с хвоста ее можно снять. Алиса, победительница конкурса в Новосибирске, пока гостит в другом городе. Но ее фото Марина нам с удовольствием показала. Как и фарфоровых кукол, на производство которых обычно уходят месяцы. Сейчас в планах зефирные малыши к Новому году и куклы-реплики советских времен. В ноябре в музее «Город» планируется выставка, куда Марина будет делать новых героев из ваты. Я, наверное, сделаю какую-то коробочку с клоунами, которые делали раньше. И именно повторю технику, как раньше это наносилось. Но на самом деле, они, так как это поточные были, они такие, получается, очень простые, наивные, но в то же время, такие, ну, дух того времени. В небольшой мастерской квартиры каждый уголок заполнен куклами или заготовками для них. Марина говорит, что проводят здесь почти все свое время. Сын вырос, муж все идеи и задумки поддерживает. Вся моя жизнь, все время, что я уделяю, я посвящаю творчеству. В планах Марины персональная выставка. К ней надо готовиться серьезно. Правда, когда она состоится, говорить не стала, боится сглазить. Чтобы выставка случилась, надо много работать. Но такая работа приносит мастерице исключительно удовольствие. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком.